Добрый день дорогие друзья! Многих из вас интересует вопрос о переезде в теплую страну. Вы все понимаете, что в теплой стране вы будете иностранцами. Какие расходы вы понесете? В первую очередь для оформления ВНЖ или туристической визы. Буквально на днях мы дооформили наше ВНЖ. В каком плане дооформили? У нас было уже ВНЖ до февраля 2022 года. Мы на два года получили. Но в связи с тем, что переехали в другую провинцию, была необходимость уведомить иммиграционную службу и получить новую карточку, новую ID карту именно провинции Айды. Вот какие затраты мы понесли. Мы не платили ни за что. Я имею в виду за ВНЖ. Мы заплатили только за карточку. Карточка стоит 125 лир на одного человека. Также заплатили за договор аренды, который оформили в нотариальной конторе. Это 216 лир. Вот того мы заплатили 375 рублей за карточки и 216 лир за нотариальное оформление договора аренды. Всего получилось 590 лир. Более-менее нормально. Но сколько надо будет тратить вам, если вы только приедете в Турцию? И сколько вам придется тратить, если вы только приедете на Филиппины? Начнем с Турции. В Турции для граждан России за первый месяц надо заплатить. Я буду давать максимальные суммы, потому что там есть от 4 к максимуму 7 долларов за первый месяц. А за последующие месяцы по 1 доллару 50 центов. Вот за год у вас получается 18 плюс 7, 25. За 2 года 43 доллара. За 43 доллара вы можете получить ВНЖ. И плюс карточка. Карточка стоит 15 долларов или 125 лир сейчас. Но если вы молодой, соответственно вы должны будете оплатить медстраховку. Медстраховка тоже нужна. При этом я хочу обратить внимание, когда будете оформлять медстраховку, надо узнать, в вашем городе есть какие-то госпитали. Работает ли эта страховка в этом госпитале? Оплачивать, будут ли вам оплачивать? А расценки на медстраховку таковы. От 26 до 30 лет 33 доллара. От 36 до 40, 42 доллара. От 46 до 50, 53 доллара. От 55 до 60 лет 77 долларов. И от 61 до 64 89 долларов. Если вам 65 и более, вам не надо оформлять страховку, то же самое не надо оформлять страховку на детей до 18 лет. И вот давайте сравним. На Филиппинах, я когда-то подсчитывал, за оформление страховки на один год вам надо будет заплатить 440 долларов. Вам надо будет постоянно ходить. Через месяц пришли, потом через два месяца, по-моему, пришли, на оформили на карточку, должны прийти за карточкой, потом там продлеваете, ходите, ходите. От силы там на 6 месяцев, если разрешается миграционная служба, вы оформляете на 6 месяцев. В итоге вам надо будет постоянно ездить в миграционную службу. Хорошо, что если она находится рядом. А если вы живете подальше провинции, вам постоянно придется ездить. И за год вы заплатите 440 долларов на одного вас. При этом никакой медицинской страховки у вас не будет. Сколько вы оплатите здесь, на Филиппинах? Я извиняюсь, здесь, в Турции. Вот я вам дам цифры на нас троих. Обратите внимание. На троих и на два года. Вот за меня 58 долларов. За супругу 146, это с медстраховкой. И на ребенка 113 без медстраховки. В итоге получается 317 долларов за два года. А на Филиппинах вы один заплатите за один год 440. За два года 880 долларов. Без медстраховки. Только на одного человека. Вот и посчитайте. Вы за два года потратите на Филиппинах 880 долларов. А я здесь, на семью 317 долларов. При этом моя супруга будет иметь медицинскую страховку. Цифры говорят сами за себя. Ну, я читал в интернете, что вот на Филиппинах постоянное лето и так далее и там подобное. Я расскажу о своих впечатлениях. Я когда приехал на Филиппины в 2017 году, первый раз у меня обратный билет был через месяц. Я прилетел в Манилу. Душно. Невозможно. Вот вечером выходишь. Невозможно. Душно. Жарко. Я один день, одну ночь там пробыл и на следующий день прилетел в Довао. То же самое в Довао. В отеле невозможно сидеть. Окна закрыты. Мне канизонер, честно говоря, не очень подходит. Продувает спину. На улице жара. Ну да, постепенно, через какое-то там время вы можете привыкнуть. Ну, я там 10 дней побыл. Я был и на Панглаву. В других. В Сибу был. И поменял билет. Уехал. Потому что в день мне пришлось, ну я не знаю, может три, может более менять рубашку постоянно. Я с собой привез, наверное, штук 30, наверное, маек вот этих обыкновенных, чтобы можно было удобно ходить. Поэтому подумал, ну что, я свою задачу выполнил. То, что я хотел уточнить. Что мне здесь сидеть еще 20 дней. Поменял билет. Там всего 100 долларов было. И улетел. Да, вы постепенно привыкнете к жаркому климату. Будет более-менее нормально. Ну, все равно. Вот я человек южный. Жил в стране, где в тени. Не знаю там сколько будет. Градцев 45 летом иногда и больше. Спокойно переносил жару. Спокойно переносил солнце. Ну, пожил я в Калифорнии. Лет 5-6 даже почти что. И в итоге, когда я приехал сюда, даже в Турцию, я не говорю уже о Филиппинах. Ну, мне уже под солнцем не очень хочется находиться. Потому что я привык. Привык к более-менее комфортной температуре. А вы знаете, север Калифорнии, это рядом с Сан-Франциско. Очень хорошая погода. Не жарко. Не холодно. А вы у нас в основном живете в России. Вот вы на это тоже должны обратить внимание. Даже здесь в Турции многие хотят поселиться на море. А вы вспомните, почитайте, что пишут люди, которые живут на российском побережье, как говорится. В Сочи, в других городах. Местные жители, они практически не приходят на море. Раз в год, если они появятся, хорошо. Это то же самое, как вы в Москве живете. Вы Мавзолей, например, ни разу не посетите. Хотя приезжие все приходят в Мавзолей, например. Посмотреть, да, я такой пример привел вам. Я сам ни разу не был в Мавзолее, хотя почти 10 лет прожил. Вот выбирая место для проживания, то ли в Турции, то ли на Филиппинах, вы должны ориентироваться на такую местность, где люди живут довольно-таки долго. Это лично мое мнение. Не должны ориентироваться на море. На море всегда можно приехать. Вот я живу сейчас, ну не знаю сколько, допустим скажем полтора часа надо ехать на автобусе. Но это не проблема, ни море не нужно. Я вот здесь смотрю, у меня здесь горы вокруг, такие невысокие. Чуть подальше, там уже еще повыше. Снег где-то лежит. Как я читал, но я еще не ездил. Мне более комфортно здесь, чем в Фетхе. Фетхе южнее находится. И уровень, как говорится, над уровнем моря, примерно высота, по-моему, 10 метров. А здесь около 80, я сейчас цифры точно не помню, но примерно такие. Когда здесь было прохладно, вот мы приехали же в марте, более комфортно было. Вот сейчас уже потихонечку, уже июнь месяц, потихонечку вот я сейчас на улице стою. Ну, солнце греет. Ну, хотелось бы, чтобы вернуться к марту месяца. Когда я, да, курточку одевал такую легкую, но было более-менее комфортно. И здесь продолжительность жизни выше. Как я говорил, это турецкая Окинава. Ну, если вам нужны Филиппины, вы, соответственно, выберите там, где прохладно. Это мой совет. Ну, каждый из вас скажет, да вот баги. Ну, баги, я так думаю, там цены приличные и сложновато будет жить. Ну, я знаю, вот есть такие места, такие барангаи, провинции. И на Филиппинах. Где и цена дешевле. И самое главное, климат хороший. Такой же прохладный, нет такой-то жары. Это особенно нужно тем, у кого какие-то есть заболевания. И он все-таки хочет поехать на Филиппины. Вот выбирайте. Ну и там надо выбрать, конечно, город, где рядом находится медицинское учреждение. Естественно, при выборе места жительства вы должны ориентироваться на свой кошелек. У нас есть несколько типов людей, кто хочет переехать. Одни хотят поехать найти супругу Филиппинку. И вот перед ними встает вопрос, а где же жить? Если вы молодой человек, и у вас есть возможность, как говорится, жить в Турции. Я бы советовал вам Турцию. В Турции вы не можете работать. То есть, если у вас там удаленные работы и так далее, и тому подобное. Мой совет такой. Незнание языка и так далее, и тому подобное, не играет никакой роли. Здесь вот выучить можно. Вот я тоже, если вы почитаете комменты, кто живет там в Алании, в Анталии, вы увидите. Они спокойно без языка справляются. Ну, есть Google Translators, всегда можно воспользоваться. Вы еще там магазин, базар, и там интернет. Все, один раз оформили, кто-то вам помог даже, если проблемы какие-то возникают. Само оформление ВНЖ на русском языке. А вот если вы молодой, и у вас нет денег, вот как раз у меня есть знакомый человек. Парнишка работяга. Работает, зарабатывает. Ну, зарабатывает более-менее нормально. Имеет возможность отложить. Я возраст сейчас не помню. Ну, так, ориентировочно 45, скажем. Но у него физический труд. Естественно, он бы хотел приехать в Турцию. Но он здесь не может работать. Его супруга не может работать. А ему уже тяжело работать в России. Он хочет переехать и отдохнуть. Жить так более-менее нормально. Вот он выбирает себе Филиппины. Да, у него есть определенные накопления. Он может вложить там деньги, приобрести землю для ведения фермерского хозяйства. Сейчас уже заранее сделал магазин Сари-Сари, где родственники продают. Пару козочек вот он мне писал. Мы с ним разговаривали. Хочет завести. Попробуй, что там будет идти. То есть, пробные шары кидает. Куда ни крути, вот он должен приехать на Филиппины. Потому что в Турции он не сможет. А на Филиппинах он сможет зарабатывать. Он имеет право работать на Филиппинах. Как супруг. А в Турции нет. А вот если вы в возрасте. И у вас есть деньги. И у вас есть, как кажется, доход, который вы будете получать ежемесячно. Я бы вам советовал приехать в Турцию. Я же здесь вам привел пример. Вот я живу здесь. Если я плачу 63 доллара, где-то 64, за аренду 1 плюс 1. То в городе Дигасе я платил 100 долларов. То есть здесь 64, 100 долларов. Это я имею в виду первый раз, когда я приехал. Жил тоже 1 плюс 1. На Mobini Extension. А потом вот последний раз я жил в Вилладже. Там мы договорились за 3 тысячи. Ну вот 3 тысячи, я не знаю там сколько получается. 60 долларов, да? Но, когда она узнала, чтобы мужчина строить, она сразу сцена подвела. Ну я ей сказал, говорю, вы, учительница, это нехорошо. От вас ученики берут пример. Говорю, вы с моей супругой разговаривали, когда вы сказали сумму 3 тысячи. Ну такая же квартира, такой же дом стоит 5-7 тысяч даже было. 7 тысяч. Песа, ну вот посчитайте. Во сколько это? 7 тысяч долларов. Ну там 25 квадратов, не повернешься, не развернешься. Здесь у меня 64 квадрата. Там просто студия, можно сказать, была. То есть вы дешевле 100 долларов не найдете. Я имею в виду, если нормально в городе жить, не где-то там, в селе там, в каком-то захолустье. Но, если вы женитесь на Филиппинке, на молодой, у кого нет детей, то естественно любая девушка думает о ребенке. У вас родится рано или поздно ребенок. И вы, соответственно, должны подумать о их будущем, если вы в возрасте. Значит, можете сделать как я. Вот я хочу перебраться на Филиппины, уже построить дом, фермерские участки завести. И после этого вернуться в Турцию. Через сколько вернусь, я не знаю. Потому что и мне, и супруге нравятся здесь в Турции. Потому что здесь более комфортно, более хорошая и привычная еда. Здесь хорошая возможность для ребенка. Очень со всех сторон. Ну, поживем мы в 2022 году, если мы поедем. Оформим здесь ту же ID-карту. ВНЖ. И у нас здесь вот закон Турции. Если у вас ВНЖ есть, пока здесь не закончится карточка, вы имеете право заехать в Турцию. Ну, это больше всего касается, конечно, филиппинцев. Потому что им нужна виза. А в данном случае моей супруге и ребенку не надо будет визы. Поэтому нам хотелось бы дождаться февраля месяца. Получить карточку и потом уже поехать. Возможно, мы здесь один плюс один приобретем. Вот как раз во вторник должен приехать один человек. Показать. Дом мне нравится. Правда, лестница мне не нравится. Очень крутая лестница. У них не такие лестницы, как у нас в России. Там где-то в углу. В общем, трудно объяснить. Винтовая, можно сказать, почти что лестница. Ну, ладно, дорогие друзья. На этом я заканчиваю. До свидания. Вопросы есть? Задавайте. Продолжение следует. Спасибо.